Все первосвященники и старейшие народы имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и слезам его отвели и предали его Понтию Пилату, правителю. Я хочу повести слово совещание. Мы же тоже советуемся. Плохо, когда не советуются люди. Советуется надо самым незначительным человеком, если он специалист в какой-то области. Иногда вопрос о житействе, и жена бывает намного быстрее мужа. В житейских делах. Вторая книга Параллепоминон, 20 глава, 21 стих. И совещался он с народом. И поставил он певцов Господу, чтобы словословили Господа. Вот как устроить храмы, как твиросы, об этом надо советоваться. И лучше принимать. Почему люди говорят, что в командировку ездят? В командировку, означает, его поставили туда, он приехал, посмотрел, перенял этот опыт, принес, и теперь он его здесь вмонтирует. Мы сегодня отправим в командировку в апостольские времена, и что нам Дух Святой скажет о пении? Если кто радостен, поет псалмы. Не расцветали яблони и игруши, хотя неплохая эта песня, но как расцветали души людей под влиянием Божиим. Есть такие песнопения, мы их изучаем. В 16 томе открытым округом у нас там 60 песнопений, добрые. Правда, они не наши, не православные, баптистские. Но они очень хорошие, духовные, нигде против истины, ни одного слова там не сказано. Тем более у нас люди, которые пришли из баптистов, они знают напев, мотив. И Слава Божия говорит, совещались, надо посовещаться. Ну, в храме нельзя, а выйдем, да, мы можем. Солом, второй, второй стих. И вот воскают цари земли, князья совещаются вместе против Господа и против помазанника Его. Вот такие бывают совещания. А да когда они против помазанника? Против помазанника Божия, не только против Христа, а против верующего. Против свидетельствующего об истине. Господь говорит, касающийся вас, касающийся звеницы ока моего. Если человек верующий, признает Христа, будьте очень осторожны с ними. Не говорите никаких слов. Он сказал, совершенно с нами не сходятся. Запомни, приди, проверь, а потом ему скажи, вот в этом ты ошибаешься. А не так. А истреляют, истреляются люди. Истреляются у пендесятников. А это сатаны. А там наркоманы делаются с резвыми людьми. А это кукаво. Остановись. Сатана сатаму не изгоняет. Сразу запомни. Иду, если где хочешь. Будь очень осторожен. К нам приходят разные веретики. Мы с ними беседуем, даем книги. Вот нынче, представьте себе, а сектантов мы получили 30 тысяч Евангелий бесплатно. Сами привезли. Мы их разгрузили. Сейчас свободно. Евангелие от Иоанна. Так а сколько другую литературу мы привезли. Кому надо подойти, мы дадим здесь. Почему? Я думаю, это ответ на то, что мы просили Духа Святого помочь нам через кого. И не ставили. Поги нам через патриарху. Патриарх никогда не даст. Помоги через епископ. И епископ никогда не даст. А Бог открыл источник с той стороны, откуда никто не получает. Я могу сказать, если сегодня сказали бы, скажите, кто столько Евангелий получил от неправославных? Думаю, немногие. А почему? А есть такое выражение, люди, простое. Ласковый теленок двух маток сосет. И с еретиками нужно обращаться кротко, канон есть, чтобы обратить их. Мы еретиков можем обратить только тем, чтобы покажем, что мы более духовные, что мы движимы Духом Святым, более кроткие, смиренные, ласковые. Но иногда и грозные слова приходится говорить, как Павел, враг всякой правды, сын дьявола. До кого будешь совращать с прямых путей Господних? У нас с прямых-то путей не знают. Сначала надо наставить. И сектанцы святого совращают, они не с прямых путей, а они на распутье подобрали. Никакие-то не православные, хотя ходили в храм. Понимаете? Ну, смысл надо вникнуть. Нет прямых-то путей сегодня, они неизвестные, пока дойдешь до Христа-то не берешься. Псалом 63-6. Они утвердили злом намерения, совещали скрыть сеть, говорили, а кто их убить? То есть и на это люди совещаются. Куда-то призывают кого-то. Ну, допустим, Нафанаила пригласили, Гамалиила пригласили. И он среди их сидит, Христа решили в совете взять, а он встал и дает совет другой. Вот апостол повествует, он опять в советах говорит, знаешь, как он не судит так, чтобы не выслушать сначала. Ну, ладно, призовите. Вначале с ним привлекаться. А разве кто приходит из Назаря, это пророк. А он свое. Он один. И он остался как память для народа. Даже если ты занимаешь депутатское место где-то, ну и там ты делай свое дело, продолжай. Где бы ты ни был. Где можешь там противостоять. Я делюсь опытом, скажу, что я неоднократно это испытывал. Неоднократно. Уж я сегодня могу выдать статистику, что я около полутора тысяч раз ткнул коммунистов в своих книгах. Тысячи. Я думаю, что коммунистов по дню рождения еще поздравительных прислали. Сейчас сообщили только. Из городской администрации. Значит, что? А внутри они понимают. Я это делал, желая добра им. Чтобы они познали истину. Чтобы они душу свою спасли. Даже самая коротенькая встреча должна оставить в них отпечаток. Обойми. Псалом 82.4. И вот они против народа твоего составили коварный умысел. И совещаются против хранимых собою. И сразу вопрос. А не я ли среди этих? И коварный умысел. Коварный умысел очень часто делают священники, епископы. На это не надо ссылаться. А епископ билен. Да мало что он билен. Он может в аду давно прописанным. У меня есть писарь, вечная библия, переведенная на русский язык. Вот она, красавица, лежит. И у каждого она должна быть дома. У каждого она должна быть сердце. Открывая библию, мы здоровы. Здравствуйте, дорогие апостолы. Заходите в дом, дорогие, движимые духом святым, пророки, которые писали в священное писание. Вот такую молитву надо составить. И говорите, что как бы грозно вы не обличали меня. Обличаете царя Ахава, это меня обличаете. Царя Давида, это меня. Я благодарю вас. И целую вас, ваши ноги. Так близки вы мне. А если бы не это, где бы я был? О, Петр. Твое падение меня наставляет. Давид, какое счастье, что Таул тебя не нагнал, не убил. И нашей псалтерии, дорогой, не было. Ну найдите ласковые слова, чтобы язык был движим духом святым. И когда мы прием на небо, мы встретимся с апостолами, с пророками. А я с вами разговаривал заочно. А вы слышали? Мы там и спросим. Вы же помогали мне. А они ему сказали, а мы и знать не знали, что вы есть. Мы на такой вариант тоже согласимся. Потому что нам не дано знать это. Но мы делали это с верой, как учит православная церковь. Но главная молитва наша Господу Богу, Иисусу Христу. Притча 20-й глава 17-ти. Предприятие получает твердо через совещание. И по совещанию веди войну. Что-то решил делать. Ну, моя дочь, за кого хожу, хочу и за кого выдам. Правильно. И в то же время посоветуюсь. Есть бабушки, у которых большой опыт. Есть родственники, конечно, делающие. Священник. По совещанию веди войну. Где объявить войну? Там вот такие-то не признаются. Не выскакивай. Ты еще не все знаешь. А я пойду. Некоторые святые страдали, их мучили, они не отреклись. И церковь, и сразу списка святых. И некоторые возремновали это, сами пошли. А я верующий. Их никто не вызывал, никто не арестовал. Почему? Чтобы меня будут казнить. Я завтра буду на стенке, иконка будет моя. Но вот начали мучить. Раскаленные иглы загоняют под ногти. Кожу режут лентами. Глаза вырезают, выдавливают, выжигают. И человек отрекся. В житиях святых такое написано. И были гонимые страхом, и отреклись от Христа, и никто не знает их чина, какая была, где они закончили. Не было с нигде. Бьют в одном городе, бьет и гурдой. И все время, если случится гонение на нашей жизни, оно вполне может быть. Я-то уже старый. А деточки подрастают где? Как они нуждаются в нашей помощи? Я смотрю на них, и все время об этом думаю. Кто устоит? Кто согласится умереть, голоду не принять, пищать? Только дух святой может сегодня запечатлеть их и сохранить. Исайя 31. Горе непокорным сынам, говорит Господь, который делает совещание, но без меня. И заключает союзы, но не по духу моему, чтобы прилагать грех ко греху. По духу его, по писанию. Что бы ты ни надумал делать, даже покупать, меня недавно удивили, из Казахстана звонят. Мы решили купить тут какой-то прибор. Прибор-то простой, чуть ли не стиральную машину. Вы нас благословите, как это? Да вы штаммеры не знаете. Нам хочется, чтобы она не лава. Да бог помощи, идите, выбирайте, возьмите мастера, есть мастера, я там что-то делаю. Но человек понимает, что благословение многое несет. Возьмите технику, раз, оно ломается. Надо все делать по совету, по благословению, водой святой покропить. Ну, нам же указано это все. Вы думаете, случайно эти богатые люди приезжают с машинами и освещают? Это не случайно же все. Много-много аварий на дорогах. Специально подставы эти делают. А мы выйдем, а можно сохраниться? Нельзя. Ты только выезжаешь, а тебя уже ждут. Как они с тобой разговаривают, машину подставят, чтобы ты ударился? А я в милицию вызову. Милиция в ней в сторону будет, потому что ты ударился-то. Такое множество здесь нельзя. Один вывод только от Духа Святого. Дух Святой, если тебя сохранит, а те на встречу выехали, они в другой аварии попадут сами. Их Бог свернет. Они тебя в глаза будут глядеть, и не увидят тебя. Дух Святой. И кто из вас едет в город, чтобы вся семья весь день знала? Родитель наш на машине есть. Повышенная опасность. Молитва. Да несколько раз, да малых деток поставьте на молитву. На коротенькую, хотя бы минуты две. И вот там сатана уже со всех сторон блокирует. И вдруг как-то развернется, все по-другому будет. Делайте совещание. Матфея 28, 12. И сии, собравшись со старейшинами, сделав совещание, довольно дельник дали воина. В таких делах не участвовать, нигде не платить, никаких взяток не давать. 1 Маковейская, 8, 15. Они составили у себя совет. И поставили каждый, постоянно, каждый день, 320 человек совещается во всем, что относится до народа и благоустроения его. Вот такая была тогда дума, верховный совет в Римской империи. Ни переворотов нет ничего. И каждый год они нового президента, на год избирали тогда. И евреи услышали, что такое мудрое государство, они сразу святые люди, маковейские, составили делегации, послали к ним и говорят, давайте с нами с вами заключим. Никого не обижают. И заключили, если на нас попадут, вы нам, войсками, побожете, на вас, и в это время Израиль жил мирно. Но это язычники составили. Но израильтянам очень понравилось. То есть мы можем брать отовсюду. Я иногда беру полезное, совершенно от нехристиан даже. Меня за это упрекает. Вы у конкурсии берете? Да, у конкурсии беру. Беру. У литера берете, а он протестант. Беру. У него есть такая фраза, в мире есть одна книга, одна Библия. И одна личность, Христос. Сюда-то какое. Ну запомни это. А он сказал мне, вот, Дух Святой сказал. Я не верю, что сам человек такие слова мог сказать. Потому что он был католический монах когда-то. И вот Бог пробудил. Он потерял священство. Это самая трагическая страница в истории немецкого народа. Но он вывел в Библии и его посчитают как самого святого. Потому что он перевел на родной язык. Сирахов 38.11.15 Не советуется с женой о сопернице. Сегодня нельзя советоваться. С боязвимом о войне, с продавцом о мене, с покупщиком о продаже, с завесимом о благодарности, с немилосердным о правительности, с ленивым о всяком деле, с годовым наемником об окончании работы, с ленивым рабом о большой работе и не полагается на таких ни при каком совещании. На обращающийся всегда только с мужем благочестивым, о котором узнаешь, что он соблюдает заповеди. И поэтому будем просить Бога, чтобы Господь Духом Святым указал нам, с кем нам советуется. Потому что рядом с нами верующие люди. Вот у нас вчера ездили шаршины благовестники наши и вернулись. О, какой там народ страшный. И вены себе режут 20 лет уже жизни. 20 лет. Какое он изобразие, пьянь, какие лица. А мы живем, ну живем просто как будто так только и надо. Мы должны каждый день начинать благодарность. Это вторая ступенька. Господи, благодарю Тебя. Ты дал мне веру, веру в Святую и Православную. Дал этот день Духов. Он ни на чем не основан. Только на любви к Духу Святому, на желании жили в Духе Святом. И сохрани меня, и доведи до Царства Небесного. Аминь. Аминь.